Слушаем фрагменты из книги «Дорога тысячелетий. Экскурсии по средневековому Крыму». Издательство Крым. Симферополь. 1966 год. Город Херсон. Корсунград. Русских летописей. Истории средневекового Херсонеса, или Херсона, как он тогда назывался, ученые занимаются давно. И все-таки в ней еще много не до конца прочитанных страниц. В ранний период своего существования Херсон долго сохранял черты позднеантичного римского города. О его внешнем виде можно судить по руинам восточных кварталов, раскопанным еще в дореволюционное время. Общую картину дополняют раскопки нашего времени, проводившиеся в северной части города и на берегу карантинной бухты на территории бывшего порта. Сохранившиеся в виде невысоких руин постройки этого крупного для своего времени города относятся большей частью к X-XII векам, или даже к более позднему времени. Однако, как убеждают археологические раскопки, все они перекрывают фундаменты античных и раннесредневековых зданий или поставлены прямо на них. Строители города придерживались в основном планировки, унаследованные от античного периода. На улицах не было тротуаров, но и они имели хорошие мостовые. Под большинством из них проходили канализационные желоба. Главная улица, пролегавшая с востока на запад, являлась как бы продольной осью города. Она была застроена стоявшими вплотную двухэтажными домами. В нижних этажах большинства из них имелись лавки, широкие двери которых открывавшиеся прямо на улицу служили и для освещения. В каждой лавке узкая дверь вела, как правило, в просторное заднее помещение, должно быть кладовую, а третья – на лестницу в верхний живой этаж. Под домами обычно устраивались подвалы для длительного хранения товаров. Мука, крупа, зерно, соленая рыба, вино, растительное масло хранились здесь в установленных тесными рядами пифосах – больших толстостенных глиняных сосудах. Выделывались они в Херсоне. Тары для перевозок служили круглодонные амфоры. В розничной торговле и для домашних нужд использовались одноручные плоскодонные кувшины нескольких стандартных размеров. Фасады жилых домов отделывались просто – обычный цоколь из хорошо отесанных плит, гладкие оштукатуренные стены из бутового камня на глине. Небольшие окна верхних этажей, выходившие на улицу, часто имели арочные перемычки и наличники тоже из отесанного камня, которые иногда украшались примитивной резьбой, линейно нанесенным орнаментом из малоазийской плетенки или незамысловатых по рисунку розеток. Только некоторые зажиточные дома украшались более затейливыми резными вставками или нарисованными на штукатурке орнаментом. В этот период наново отстраиваются облицавшие базилики V-VI века, Уварова по фамилии исследователя базилика 1889 года и базилика 1935 года по годам раскопок. Насколько можно судить по новым археологическим данным, роскошный по тому времени загородный крестообразный храм, прежде относимый к V-VI векам, был сооружен не ранее X века. Как показали раскопки 1953 года, его замечательный мозаичный пол наслан в XII веке после перестройки храма. На месте бывшей агоры восстанавливается ряд старых развалившихся к тому времени базилик и возникает несколько новых крестообразных храмов. Снова получает распространение дорогая отделка стен общественных зданий, мраморная облицовка, роспись красками и т.д. В восточной части города к X веку вырос крупный архитектурный комплекс вокруг самой большой из базилика Херсонеса Уваровской. Сзади ее алтаря был расположен целый хозяйственный комплекс, связанный с храмом. А перед базиликой, к южной стороне атриума парадного двора, примыкало жилище настоятеля этого храма. Рядом стояло крестообразное, украшенное мрамором и мозаикой, трехапсидное здание-крещальни. Впоследствии обросшие пристройками. То же самое происходило вокруг всех больших храмов Херсона – загородного крестообразного, храма с ковщиком, западной базилики и других. За долгий период своего существования они обросли разнообразными живыми, хозяйствами, производственными сооружениями, принадлежавшими церкви. Очевидно, херсонская епархия имела свое хозяйство, в том числе и какие-то ремесленные мастерские, что наряду с приношениями прихожан давало ей значительные средства. Соединение в одно целое храмов, жилищ, хозяйственных построек говорит об одной черте средневекового Херсона. В IX-X веках в нем, как и в самой империи, сформировались элементы церковно-феодального уклада. В X веке и позднее кое-где вокруг Херсона возникали земледельческие хозяйства хуторского или монастырского типа. К таким можно отнести небольшой монастырек на территории Гераклейского полуострова, руины которого еще до революции исследовал известный русский ученый, знаток истории и археологии Крыма Бертье де Лагард. О существовании таких усадеб свидетельствует и ряд фамильных склепов, размещенных в отдалении от городских стен, как, например, известный склеп с росписью в поселке Туровка и другие. Однако эти малочисленные хутора и мелкие монастыри вряд ли играли значительную роль для Херсона. Экономика города опиралась в основном на внешнюю и внутреннюю торговлю и ремесло. Оживленная торговля с крымскими соседями, завязывание торговых отношений с Руссией и печенегами, непрерывающейся связи с Малой Азией, Закавказьем и Балканами, все вело к тому, что Херсон в рамках Черноморского бассейна приобрел значение международного порта. Об этом говорят мощные портовые оборонительные сооружения, стены и башни. Хорошо просматриваются в тихую и ясную погоду с берега карантинной бухты заросшие водорослями фундаменты пирсов для причала торговых кораблей. Экономический расцвет Херсона вызвал оживленное строительство. Упорядочивается линия обороны, расширяется и территория города. В росписи одного из загородных склепов, относящихся к XIX веку, имеется интересный рисунок, на котором изображены мощные оборонительные стены, высокие ворота, башни, увенчанные коронами зубцов. Есть все основания предполагать, что это изображение Херсона. При археологических раскопках западного участка Херсонесского городища, проведенных в 1957-1962 годах, изучена стена, расположенная значительно западнее старой границы города. Ее относили к VI веку, но без достаточных оснований. Теперь, после раскопок, установлено, что стена построена в X веке, то есть именно тогда, когда Херсон достиг своего расцвета как крупный торговый центр. Наследники Рима По немногим эпиграфическим памятникам известно, что Херсон входил в состав Византийской империи с первых же дней ее существования. Значение Херсона для Византии, как и ранее для Рима, определялось его местоположением. Он был стратегически выгодным плацдармом в Черноморском бассейне и экономическим посредником в морской и сухопутной торговле с варварскими племенами северо-причерноморских степей, являясь одновременно крупным ремесленным центром. Одна из херсонецких строительных надписей в временном царствовании императора Феодосия 1379-1395 годов позволяет судить о взаимоотношениях между Византийской империей и Херсоном. Надпись рассказывает о важных строительных работах, проведенных в Херсоне под руководством представителя императорской власти Трибуна Флавия Вита. Трибун в республиканском Риме выборный народный представитель в период империи утратил свое значение, а в Византии превратился в императорского чиновника. Из текста видно, что город признавал владичество императоров и в нем стоял византийский гарнизон. В V веке роль византийской власти в Херсоне крепла по мере того, как возрастало могущество империи и развивались ее успехи в борьбе против варварских племен. Стремления Херсона к политической самостоятельности и независимости в это время были притушены. Найденная в Херсоне надпись, относящаяся к 487-488 годам, эпиграфический памятник времени царствования императора Зенона, указывает на существование в городе императорской администрации, ведавшей военными и финансовыми делами. В начале VI века, к моменту воцарения императора Юстиняна I 527-565 годов, южные и восточные побережья Крыма считались принадлежащими Византии. Об этом свидетельствует византийский писатель того времени Прокопий Кесарийский. Вместе с тем, из его слов вытекает, что такое положение было не очень устойчивым. Если в Херсоне и на Боспоре власть византийской администрации была неограниченной, то на остальном побережье, в особенности в горных районах, она, по-видимому, никогда не была полной. В горах Таврики, как тогда называли южную часть полуострова, не было собственно византийских укреплений. Для защиты же побережья во времена Юстиняна I были построены всего две крепости, на местах нынешних Алушты и Гурзуфа. Правда, византийское правительство, по словам Прокопия, приняло его меры по укреплению горных проходов, то есть перевалов главной горной гряды, для обороны от варваров, смешанных кочевых племен, гуннов и других, которые захватили степные районы полуострова. Но, тем не менее, сепаратистские стремления Баспора, отдаленность Крыма от империи и непрестанный натиск кочевников неуклонно вели к ослаблению византийского влияния за пределами Херсона. В одной из баспорских надписей времен царствования императора Маврикия 582-62 года упоминается имя Стратилата Евпатерия, Дука Херсона. Титул Дука носили командующие войсками, расквартированными за пределами империи, а также военные начальники провинции и отдельных пограничных городов. По-видимому, Херсон, как резиденция Дука, явался опорной точкой империи в той экономической и политической борьбе за торговые рынки в Крыму, которую она не пристанно вела со сменявшими здесь друг друга варварскими племенами. Сложная и порой опасная роль посредника в торговле Византийской империи с варварами была для Херсона достаточно выгодной, хотя изрядная доля его торговых прибыли попадала в императорскую казну. Являясь форпостом в Византии, Херсон в то же время стремился к политической самостоятельности. Жители города упорно сопротивлялись введению христианства, проповедовавшего абсолютное подчинение императору. Дошло до того, что для водворения епископа Капитона понадобилось применение вооруженной силы. К тому времени, как известно, христианство уже не являлось религией рабов и обездоленных. Оно вводилось руками властей с целью еще большего закабаления эксплуатируемого народа. Сторонником новой религии в Херсоне могла являться прежде всего привилегированная часть населения города. Ее же отношение к Византийской империи было двойственным. С одной стороны, она принимала и должна была оценить вооруженное покровительство Византии. С другой, предпочла бы платить за него подешевле. Отдавая императорским чиновникам долю своих барышей, торговцы и владельцы ремесленных мастерских, сторицей возмещали отданное за счет зависимых от них ремесленников. Трудовое население Херсона таким образом терпело двойной гнет. Народ не мог не быть враждебным к империи и ее представителям в Херсоне. Следовательно, упорное его сопротивление в ведению христианства носило не только антивизантийский, но и классовый характер. В таких условиях христианизация населения протекала долго и трудно. В раскопках некрополи позднеантичного Херсонеса почти отсутствуют следы христианства. Лишь к концу IV века в погребальном инвентаре могил изредка появляются металлические нательные кресты, а христианские надгробия в форме крестов встречаются еще реже. И хотя в V веке христианство в Херсонии уже давно являлось официальной религией, более или менее массовым оно становится только в VI веке. Впрочем, по свидетельству, созданному в Херсон папой Мартина в VII веке, город еще оставался полуязыческим. И даже в VIII-IX веках, говоря словами византийского писателя того времени, эпифания, Херсаки, Туги, Наверу. И отнюдь не отличаются религиозностью. Не безинтересно, что между Херсонской епархией, которая существовала уже с начала IV века, и Константинопольской патриархией, в V веке завязалась борьба, в которой Херсонская церковь добивалась автокефалии, то есть административной самостоятельности. Эта борьба должна быть в какой-то мере совпадала с сепаратическими настроениями Херсона. В IV-V веках в Херсоне было немного церкви, зато VI век и более позднее время отличаются обилиями и грандиозностью храмов. Отношение Херсона к империи в VI веке имело противоречивый характер. Херсон тяготел к тесной экономической связи с Византией. Его торговая аристократия, сосредоточившая в своих руках всю внешнюю торговлю и политическое влияние, не могла открыто выступить против империи, чтобы не потерять основную часть своих доходов от транзитной торговли малайзийскими товарами. Играла свою роль и военно-строительная деятельность византийской администрации города, которая защищала его от гуннов и других пришельцев-варваров. Ему важное значение имели и этническое родство, и единство языка, и культурный общий. Вот почему, несмотря на строптивое отношение Херсона к Византии, никогда, ни в это время, ни позже не ставился вопрос о его полном разрыве с Византией. Дело сводилось лишь к уменьшению налогов и торговых пошлин, являвшихся как выплатой за безопасность торговли Херсона с Малой Азией и защиту его от нашествия кочевих племен. С середины VI века Византия переживала экономический и политический кризис, который привел к усилению ее давления на беспощадно эксплуатируемые провинции. Торговля на Черном море резко сократилась. Херсон вступил в длительную полосу упадка, о чем ярче всего свидетельствует прекращение чеканки херсонской монеты в начале VII века. Одновременно с торговлей сократилось и рыболовство. Крупные рыбозасоночные цистерны исчезают, уступив место мелким домашним рыбохранилищам. В связи с упадком этого промысла и морской торговли та же участь постигает и кораблестроение, игравшее заметную роль в экономике города. Уменьшились масштабы городского ремесла, в частности производство орудий труда, находивших сбыт в предгорьях и степном Крыму. Ухудшились экономические положения ремесленников. Город на долгое время утратил свое былое значение ремесленного торгового и культурного центра. Однако он еще продолжал оставаться важным стратегическим и военно-административным пунктом Византийской империи. Херсон при Хазарах В конце VII и VIII веке полчища Хазар, хлынувшие в Крым, вплотную окружили Херсон, на длительное время отрезав его от горных и степных районов, от сырьевых и продовольственных баз. Из-за отсутствия письменных и недостатка археологических данных, трудно сказать, имелись ли тогда в распоряжении Херсона сколько-нибудь значительные земельные угодья. Видимо, перед нашествием Хазар в экономике торгового и еще наполовину рабоводительского города сельское хозяйство играло незначительную роль. По свидетельству того же папы Мартина, раннесредневековый Херсон пользовался хлебом, привозимым из-за моря. В городе не было крупного виноделия, о чем ярче всего говорит отсутствие вокруг него больших сельских хозяйств. Нет оснований предполагать возможность с концентрацией земель в руках аристократии и, стало быть, натурализацией его экономики, свойственных феодальному укладу. Представление о некой сельскохозяйственной округе раннесредневекового Херсона является весьма спорным. Если пригородные хозяйства и были, то, вероятно, небольшие и немногочисленные. Они могли являться поставщиками птиц и овощей, фруктов, возможно, некоторых молочных продуктов и мелкого домашнего скота, преимущественно коз и свиней. Костные отходы раннесредневекового Херсона свидетельствуют о преобладании именно рогатого, именно этих животных и птиц. Гораздо реже встречаются кости крупного рогатого скота, и то исключительно взрослых особей. Это говорит о том, что они доставлены были издалека. Попадаются также рога и кости различных диких животных, больше всего косуль и оленей. Из рогов косуль и оленей вырабатывались разнообразные изделия художественного ремесла. Первично обработанные рога, равно как и вещи из них, ручки, ножи и накладные пластинки для амерноментации столярных изделий, археологи часто находят при вскрытии культурных отложений этого периода. Рога и кости диких животных свидетельствуют о том, что Херсон окружали довольно обширные невозделанные земли, на которых ввелся охотничий промышл. Но надо думать, он имел второстепенное значение. В культурных отложениях Херсона периода его кризиса почти не встречаются костных отстатков крупного рогатого скота и крупной рыбы. Реже попадаются и птичьи кости, и яичная скорлупа. Зато возрастает количество костей и чешуи мелкой рыбы, преимущественно хамсы, раковин съедобных улиток, устриц, мидий. На площадях, улицах и во дворах, опустевших в то время кварталов, особенно в северо-западной части города, их появляются целые горы. Очевидно, в начале хазарского нашествия население испытывало сильные продовольственные затруднения, так как город был натурен от путей снабжения основными продуктами питания, а собственной продовольственной базы не имел. Однако спустя некоторое время хазарское нашествие и положительно сказалось на экономике города. Мощное царство Хазар, захватившее восточную и степную часть Крыма, все же было не настолько сильно, чтобы полностью сокрушить византийское влияние в его западных районах. Со своей стороны и Византия, не оправившаяся от кризиса и непрерывно мучимая внутренними и внешними урядицами, не смогла изгнать хазар и восстановить свою былую роль в Таврике. Обе стороны, несмотря на вооруженный настороженный мир и глухое соперничество, в которых использовался каждый промах противника, были заинтересованы в известном политическом равновесии. Создавшееся положение позволило Херсону балансировать между ними. Постепенно он превратился в необходимый обеим сторонам транзитный торговый пункт. Однако узкая, хотя и традиционная торгово-посредническая роль, не могла надолго удовлетворить Херсон. Он вновь начал стремиться к политической самостоятельности. Его активное вмешательство в сложную политическую игру двух сильных держав привело к весьма серьезным последствиям. В 685 году император Юстиниан II был свергнут с Индонтийского престола и сослан Херсон его преемником императором Леонтием. Здесь он начал подготовку нового дворцового переворота. Херсониты решили выдать его императору Тиберию III, тем временем занявшему место Леонтия. Юстиниан бежит из Херсона и после долгой борьбы, изворотливо преодолев ряд препятствий, захватывает столицу и императорский трон. Под оплекой подобных историй, обычных для Византии, являлись противоречия между императорским абсолютизмом, воплощенным в такой деспотичной личности, как Юстиниан II, и свободолюбивым и стремлением к константинопольскому дему, привилегированные византийской знати. Естественно, что херсонская торговая знать была тоже против Юстиниана и выступала на стороне других претендентов на престол, поддерживаемых демоном. Вновь захватив власть, Юстиниан начал мстить своим врагам. Херсон, ища защиту от императора, уходит под покровительство его политических противников – Хазаров. Юстиниан посылает в Крым карательную экспедицию. Однако решительные меры, принятые Херсоном и Хазарами, побудили Юстиниана II прекратить репрессии. Он попытался поставить в Херсоне своего наместника, но возмущенные действиями Юстиниана херсониты подняли в 711 году в восстании. Эту обстановку сумел использовать проживавший в городе политический сын по имени Вардан, родом армянин. Он был провозглашен в Херсоне императором Византии под именем Филиппика. При активной поддержке Хазар и населения города Вардан Филиппик утвердился на престоле. С этого времени для Херсона наступила эра благополучия. Херсон – торговый город. Византийские императоры, вынужденные поддерживать дружеские отношения с Хазарами, долго не трогают привилегии Херсона, полученные от Вардана Филиппика. Город постепенно снова становится выдающимся торгово-ремесленным и культурным центром Северного Причерноморья. Во второй половине IX века в Херсоне возобновляется чеканка собственной монеты. И хотя эта монета была медной, разменной и предназначалась для розничной торговли на внутренних и ближайших к городу рынках, сам факт ее чеканки говорит о том, что Херсон вновь приобрел видное торгово-ремесленное значение среди других роднесредневековых городов Юго-Западного Крыма. А ростик торговли, как внутренней, так и внешней, свидетельствует остатки торговых рядов IX-X веков на его главной улице. Роль черноморской торговли и причерноморских сухопутных дорог в VIII веке начала возрастать, так как арабы закрыли водный путь через Красное море, связывавшее ранее Византию с восточными рынками. Это обстоятельство побудило императорское правительство обратить более пристальное внимание на Херсон. Развитие его самостоятельности не могло, конечно, вызвать благожелательного отношения со стороны властей. Если раньше в Херсоне постоянно сидели только представители императорской власти в лице трибунов, духов и коммендарии, то теперь в нем учреждается стратегия нечто вроде генерал-губернаторства, а неопределенных размеров зоны, экономически и политически тяготевших городу, превратилась в ФЕМУ. Своего рода военно-административный округ. Это в конце концов привело к тому, что вскоре византийские стратеги Херсонской ФЕМЫ свели на нет роль городского самоуправления. Несмотря на то, что титул противонов первенствующих сохранялся в Херсонесе еще долго, все административное управление городом было, по-видимому, полностью подчинено стратегам. Со второй половины IX века благосостояние Херсона Корсуне по русским летописям заметно возросло. Это видно не только по расширению и упрощению ее торговых и политических связей, но и по развитию ремесел и искусства, по размаху строительных работ и укреплению обороны города. Раскопки на берегу карантинной бухты, портовых сооружений, стен и башен, которые ведет Херсон Невский музей, вносит много нового, интересного представления о Херсоне того времени. В конце X века Херсон представлял собой торгово-аристократическую республику. Вокруг него нет заметных следов крупного землевладения. Подчинение же Херсонскому стратегу ряда пунктов на побережье, сугдеи и других, вовсе не означало принадлежности городу Херсону, прилегающих к ним земель. Да и само это подчинение было в сущности номинальным. Вероятно, поэтому Константин Багряна, родный византийский автор X века, указывал, что Херсон не мог жить без хлеба возземного из Южного Причерноморья. Ремесли, особенно посреднической торговли, были, как и прежде, основой экономики Херсона. Значительную роль в торговле города играл сбыт соленой и вяленой рыбы, ловлей которой издавна занимались херсонские рыбаки. Многочисленные цистерны и пифасы с остатками соленой рыбы, найденные при раскопках торговых помещений на главной улице и в других местах города, подтверждают данные письменных источников. Не менее важной доходной статьей для Херсона была и перепродажа продуктов животноводства. Херсонские купцы покупали их в степных областях и вывозили в Малую Азию. Поставщиками этих продуктов являлись сначала печенеги, а потом половцы. Византийская военная администрация в Херсоне юридически продолжала существовать вплоть до XII века, но уже с X столетия она стала утрачивать влияние на ход торговых дел. Чеканка к Херсоном собственные монеты характеризует полноту его коммерческой самостоятельности. Что касается ремесел, то они стали играть, по-видимому, второстепенную роль по сравнению с торговлей. Нет никаких данных того времени об интенсивном сбыте Херсоном своих ремешенных изделий. Исключение составляли только сельскохозяйственные орудия и, может быть, такие строительные материалы, как черепица и кирпич, а также торговая тара, амфоры. Однако распространение амфор за пределами Херсона было связано, скорее всего, с продажей товаров в них, а не с отбытом их самих как товары. Археологическими раскопками в ряде других мест Крыма открыты гончарные и керамические мастерские. Следовательно, это производство было развито не только в Херсоне. Кроме того, найденные в различных местах черепица и плинфа, площадь и строительный кирпич, различны по составу керамической массы, по размеру и по форме. Вряд ли все это вырабатывалось в Херсоне. И, наконец, недавно обнаруженные в нескольких пунктах Горного Крыма остатки кузнечно-литейных мастерских 8-9 веков позволяют предполагать, что вряд ли Херсону принадлежала тогда исключительная роль в снабжении городов и поселении продуктами железодельного производства. Зато в торговле привозными изделиями художественных ремесел, предметами роскоши и другими товарами, не производившимися в Крыму, он, видимо, занимал первое место. Корсунь и Рус. С возникновением и развитием мощного древнерусского государства на Днепре возникают и расширяются торговые сношения Руси с Херсоном, Корсунем, как, впрочем, и с другими странами. Это сопровождалось неизмертным ростом военной силы киевского государства и его влияние на международные дела. Ряд вооруженных столкновений Руси с Византией не смог пройти бесследно для Херсона. Оказавшись в качестве активного торгового посредника между Русью и Византией, он был в равной мере заинтересован в сохранении своих связей и с Византией, и с Русью. Население Херсона X-XI веков становится многоэтничезным. Это подтверждается как письменными источниками, так и антропологическими данными. Кроме греческих надгробий в Херсоне найдены и древние еврейские, может быть, хазарские, встречались и надписи на армянском языке. В Херсоне жили в Херсоне и славяне-русичи. Одна из корсуньских легенд рассказывает, что просветители славяны проповедники христианства IX века Кирилла Мефодий, прежде чем создать свою азбуку, так называемую кириллицу, избрали именно Херсон для изучения наречий и обычаев слоян, среди которых им предстояло вести проповедническую деятельность. В X столетии политическое влияние Руси в Таврике и Херсоне упрочилось. По мнению известного советского историка-академика Грекова, это и определило исход важного по своим последствиям для Руси исторического события – похода киевского князя Владимира на Корсунь. Как известно, причиной похода явилось стремление Владимира поставить свою державу наравне с Византийской империей и принудить византийского императора выполнить нарушенные им обязательства. Среди них политически важно было обещание выдать замуж за русского князя византийскую царевну Анну. Летописные версии этого события наряду с историческими фактами содержат много противоречий и легендарных подробностей. В обширной литературе, посвященной князю Владимиру, можно уловить две точки зрения на роль Корсуня. Одни исследователи, как, например, Якобсон, утверждают, что Корсунь будто бы был взят Владимиром огнем и мечом, при жестоком сопротивлении граждан потерпел непоправимый ущерб и начал быстро клониться к упадку. Вторая точка зрения, высказанная в свое время Грековым и разделяемая нами, усматривает в развитии событий две фазы. На первом этапе активные военные действия Владимира, естественно, вызвали столь же активный отпор со стороны Корсунян, о чем и говорится в ледописи. Но если бы Владимир действительно ставил своей целью уничтожение Корсуня, то для него имело бы смысл напрячущие силы, чтобы разрушить боевые стены, сломить сопротивление жителей и взять город в короткий срок. Однако уничтожение Корсуня не могло быть выгодным Владимиру, и он поступил иначе. Он прекратил активные, вероятно, демонстративные военные действия и приступил к длительной и, видимо, довольно спокойной осаде. В этой второй фазе Корсуняне, сидевшие за мощными стенами, судя по ледописи, были готовы к самому ожесточенному сопротивлению вооруженной силой, но действия русского князя сделались пассивными. Держать долгую осаду при недостаточно надежном, нерегулярном снабжении войск по морю можно было лишь при условии получения на месте вблизи осажденного города хотя бы продовольствия. Греков справедливо считает, что войско Владимира не смогло бы долго прожить за счет грабежа, ведь известно, что в ближайших окрестницах Херсона сельское хозяйство не было развито, а грабеж отдаленных от Корсуня поселений распылил бы силы Владимира и, конечно, встретил бы сильный вооруженный отпор местных жителей. Остается предположить, что экономической и политической предпосылкой успешного исхода военного предприятия Владимира были те же дружественные отношения, которые завязали его предшественники среди населения Крыма. Оставляя в стороне нереальный характер некоторых подробностей летописи и жития, можно понять, что целью осады Владимир считал одно – склонить корсуня на свою сторону. Побряться оружием у стен корсуня, Владимир в конце концов одержал не столько военную, сколько дипломатическую победу над византийским императором. Различные домыслы о полном разорении корсуня Владимир нисколько не подтверждаются раскопками Херсонеса. Наоборот, археологи нереально находят в слоях этого периода русские вещи – кресты, энкалпионы, наконечники, ножи, мечей, гривны, миновые единицы в виде серебряных брусочков. Встречается и славянская керамика. Все это свидетельство тесного, постоянного и преимущественно мирного общения Руси с Корсунем. Жители Корсуня могли видеть в лице Владимира врага не себе, а императору. Ко времени событий традиционная корсунская политика балансирования между враждующими сторонами с целью наживы от тех и других окончательно сформировалась. Культура, состав населения, всевозможные связи Корсуня приобрели международный характер. Несмотря на вековые узы, связывавшие город с империей, корсуняне вряд ли бы были довольны византийской администрацией, не оставлявших своих пополновений на львиную долю их прибылей. В то же время Русь была для Херсона рынком, с которым следовало поддерживать самую тесную дружескую связь. По всей вероятности, именно эти обстоятельства, а не что-либо иное, открыли Владимиру ворота Корсуня. Это было не столько сдачей города победителю, сколько актом союза, хотя и замаскированного внешними признаками вражды. В летописи из ЖТИ указывается, что поводом к сдаче Кирсона послужило разрушение Владимира городского водопровода по указанию курсунянина Анастаса, который потом последовал за князем в Киев. Эта версия возникла, видимо, потому, что осажденным надо было как-то официально оправдать свои действия в глазах императора, придать им характер вынужденной уступки. В действительности же, как это ясно теперь из раскопок, в большинстве дворов, во всяком случае в каждом квартале города, были цистерны с дождевой и колодцы с грунтовой водой, хотя и несколько солоноватой, но вполне пригодной для питья. Кроме того, вода подавалась в город не по одной, а по нескольким скрытым в земле водопроводным трубам и к тому же из разных мест. Вряд ли мог Владимир все их обнаружить и разрушить. Чисто фольклорный рассказ о сношениях Владимира с Анастасом посредством записки, привязанной к стреле, и в то же время историческая подлинность личности самого Анастаса является подтверждением того, что город был сдан, скорее всего, после переговоров и соглашений, а не в результате кровавой победы русского князя. Благодаря Корсуньскому походу Владимир не только укрепил союз Руси с Византией, но и заключил выгодную связь с Амин Корсунем. После победы Владимира окончательно утвердился тот великий торговый путь в Греки, за обладание которым было пролито немало русской крови. По этому пути на Русь проникали византийские товары, достижения техники и культуры, в том числе архитектуры, изобразительные искусства, которые оказали свое влияние на зодчество и живопись Киева и других русских городов. Христианская религия и византийская форма государственности воздействовали на формирование русского государства, его культуры и религии. Итак, нет никаких оснований считать, что упадок Корсуня начался сразу после похода Владимира, и тем более как непосредственный результат этого события. Такому предположению противоречат многочисленные факты. Археологические данные говорят наоборот, о некотором подъеме ременшел Корсуня, изделия которого стали находить сбыт и на Руси. Оборонительные сооружения города в конце X и XI веков не имеют следов больших военных разрушений и были тогда отнюдь не в запущенном состоянии. Трудно согласиться с утверждениями некоторых историков о том, что строительство и ремонт крепостных сооружений в портовой части города, о которых говорится в надписи 1059 года, были вызваны разрушениями, якобы причиненными Владимиром за 70 лет до этого. Эта надпись, на наш взгляд, свидетельствует, что Корсунь и в это время продолжает иметь немалое значение для Византии. Недаром сановник Лев Алиат, заведовавший строительством и упомянутой в надписи носил титул, Патрикея именовался стратегом Херсона. С середины XI века в Таврике снова стали складываться обстоятельства, благоприятные для Византии и усилившие ее влияние в приморских городах южного и восточного побережья. Ослабление власти Хазар в Крыму устранило одного из сильнейших ее соперников. Русско-византийские договоры о союзе нейтрализовали Русь, которая тем временем создавала на Черном море новую, более выгодную для себя базу Тмутаракань. Трудно сказать, как велика была власть византийского стратега за пределами Херсона. Пышную титул мог по-прежнему означать всего лишь номинальную власть. В это время население Горного Крыма и городов побережья было, как уже говорилось, связано с Херсоном, общностью культуры, языка и письменности. Однако военно-политические и торговые связи были, по-видимому, не так значительны. В археологических данных и письменных источниках нет никаких следов, указывающих на пребывание византийских гарнизонов за пределами Херсона. Нет никаких сведений об императорских коммеркиариях в приморских городах. В это время в горах на местах бывших родовых убежищ уже возвышались стены и башни независимых от Херсона феодальных городищ и замков, каждому из которых тяготила более-менее многочисленная группа поселений. По-видимому, византийская фема в Крыму стала номинальной, а политические связи мелких горных княжеств и приморских городов с империей стали весьма неустойчивыми. В самом Херсоне дело обстояло иначе. Здесь стратегия и коммеркиарии были сильны. Имена некоторых из них сохранились на печатях, найденных в Херсоне. Часто смена этих должностных лиц свидетельствует о той обстановке враждебности и глухого сопротивления, которыми, как и прежде, были окружены представители империи. Самоуправление в лице коллегий противонов, если и не было ликвидировано, то потеряло свое значение, что не могло не вызвать недовольство. О напряженном состоянии внутренней жизни города, под усулившимся давлением империи, говорит драматический эпизод, который произошел в 1066 году. Византийский стратег, носивший звание Котопана, отравил на Перу тмотараканского князя Ростислава. Херсонцы весьма энергично выразили свое возмущение поступкам коварного византийца. Всего же Котопана побивший каменьем корсунсти людьё, говорится в русской летписи. Суть этого дела заключается в следующем. Князь Ростислав враждовал с князем Святославом и его сыном Глебом, союзниками императора и торговыми конкурентами Херсона. Кроме того, он, вероятно, был прямым противником Византии, которую тревожили военные экспансии Ростислава, угрожавшей ее черноморской торговлю. Завоевательная политика тмотараканского князя несла Херсону возможность избавиться от убыточной для него опеки империи. Эти причины, видимо, и побудили Корсунян поднять бунт против ставленника императорской власти, организовавшего убийство Ростислава. Разросшие все восстания перешагнули за пределы Херсона. По целому ряду дошедших до нас сведений, русские князья, союзники императора, собрались в поход против бунтовщиков. Над Херсоном нависла опасность, но, к счастью для него, смерть императора Михаила и князя Святослава, инициатора похода, отвлекла внимание карателей отмазмутившихся херсонцев. В конце XI века внешнее положение Херсона и внутренняя обстановка в нём улучшились. Мир между Руссией и половцами, отрезавшими Днепровские рынки от Херсона, вызвал оживление ремесел и торговли. Кроме того, город стал рынком для продажи рабов, которыми широко промышляли половцы. Византия в это время ослабила свои гнёт, так как потеряла много сил в борьбе с предводителем норманнов Робертом Гвискором. Упадок Херсона С помощью венецианцев Византийская империя победила норманнов, но за это ей пришлось уступить Венеции всю черноморскую торговлю. Наступила пора усиленного накопления тех исторических предпосылок, которые вскоре привели к Херсонку падку. Черное море стало ареной торгового соперничества венецианцев и генуэзцев, их борьбы за Крымское побережье. В то же время в Крыму происходили непрерывные вооружённые столкновения местного населения с половцами. В этом кипящем котле формировались новые отношения и связи, в которых Корсунь, оставаясь в стороне, стал играть второстепенную роль. Росли и укреплялись, становились крупными торгово-ремесленными центрами новые города. Тмутаракань, Корчев, Сурож, Салдая. Соперничество между ними способствовало их процветанию. Опасность разгрома кочевниками и в то же время крупные выгоды, которые давало обладание Салдаей, Кафой, Чембала и другими новыми приморскими городами, заставляли венецианцев, а затем генуэзцев, всемирно укреплять эти города, усиливать своё влияние в Крыму. Восточные земли полуострова всё больше отрывались от Херсона. В горных районах юго-западного Крыма укреплялось и росло Мангубское княжество, которое вскоре подчинило себе всю территорию, бывшую продовольственной и сырьевой базой Херсона и единственным рынком сбыта его ремесленных изделий. Всё же на протяжении XII и I, XIII веков, Херсон, по-видимому, оставался ещё большим торговым портом и влиятельным культурным центром, однако теперь не единственным, а вскоре он вступил в ведущую роль другим приморским городам. Экономические связи Херсона с юго-западным Крымом ещё некоторое время продолжались, ведь город являлся нейтральным безопасным портом и рынком сбыта сельскохозяйственных продуктов. Он ещё оставался и крупным ремесленным центром своего рода «Школы ремесла». О последнем свидетельствуют некоторые материалы раскопок Мангуба, а особенно эскикермена. Их бытовой и хозяйственный инвентарь, керамика, в частности, поливная посуда, носят на себе следы влияния херсонского ремесла. Многие предметы, найденные в эскикермении, по-видимому, были выполнены в Херсоне. В начале XIII века, когда торговля и политические связи Херсона с Константинополем оказались, по сути, прерванными, он попал под влияние маленькой, возникшей в 1204 году, Трапезунской империи. В одном из письменных источников говорится, что в 1223 году Херсон, наравне с другими городами юго-западного Крыма, платил Трапезунду дань, годовые износы. Со второй половины XIII века всю торговлю на Черном море захватили итальянские купцы, обосновавшиеся в Кафе и Салдайе. Для Византии закрылись все морские торговые пути, в том числе и в Херсон. Таким образом, город окончательно остался в стороне от морской торговли, ранее обеспечившей его развитие и благосостояние. Правда, Херсон был избавлен от гнета Византии, но освобожденный от византийского гарнизона, он в то же время оказался почти беззащитным и мог сделаться легкой добычей любого захватчика. И все-таки угасание Херсона длилось до тех пор, пока окончательно не отмерла его связь с соседними областями полуострова. Городское ремесло в Херсоне в XIII веке изменило свой характер. В мелких кузнечных мастерских Херсона продолжали изготовлять лишь земледельческие орудия – сошники, серпы, мотыги. Они находились бы как среди окрестных жителей, так и в более отдаленных местах юго-западного Крыма, вплоть до районов нынешней Евпатории, где в то время развивалось зерновое хозяйство. Эта же зона была и потребителем продукции херсонских гончаров. Таким образом, к концу XIII века город из транзитного торгового центра превратился в торгово-ремесленный центр небольшой области. Окидывая взглядом историю средневекового Херсона, можно убедиться, что при упадке торговли его экономика не смогла натурализоваться, ибо, как мы говорили, в распоряжении аристократии обедневшей торговой знати почти не было земель. Вынужденный жить за счет скудного местного обмена своих ремесленных изделий, на продовольствие и сырье он был обречен. По соседству с ним в княжествах и больших монастырях Горного Крыма, судя по археологическим данным, росло свое ремесстро. Оно успешно конкурировало с Херсонским, поскольку развивалось в непосредственной близости к базам сырья и продовольствия, и прочно входило в общую систему феодального хозяйства. Возможно, что ремесленники Херсона начали переселяться в другие, более жизнеспособные города. Поздний Херсон. В архитектурной планировке Херсона XII-XIII веков произошли существенные изменения. Город в целом, особенно его северо-восточная часть, до конца сохранил основу старой разбивки улиц, унаследованной от античности. Однако внутри кварталов все изменилось. Маленькие жилые дома как бы опоясали небольшие внутренние площади. Появились новые переулки, соединяющие их с улицами. Каждая усадьба Херсона XII-XIII века состояла из крохотного двора, окруженного хозяйственными постройками или обнесенного высокой каменной стеной. Жилые здания, каменные, чаще двухэтажные, как правило, были обращены на улицу фасадом и нередко не имели в нижнем этаже ни окон, ни дверей. Под жилые комнаты отводился второй этаж. В них со двора, реже из нижнего помещения, вела каменная или деревянная лестница. В нижнем этаже были кладовые, причем входы в них делались чаще не со двора, а сверху из жилых помещений. Стены домов обмазывались глиной и белились или покрывались штукатуркой, зачастую окрашенной в красный цвет. Крыши зданий, в большинстве случаев односкатные, покрывались плоской кровельной черепицей. Скаты направлялись преимущественно внутрь двора для сбора дождевой воды в глубокие цистерны. Одноэтажные помещения и нижние этажи двухэтажных построек, как правило, имели земляные полы, обмазанные глиной. Некоторые дома имели снаружи незатейливую архитектурную отделку. Входные проемы нередко завершались полукруглыми арками из гладкого, хорошо отесного камня. Фасады украшались карнизами в форме выкружек. Над входами, а возможно и над окнами верхних этажей, в стены вставлялись камни, с высеченными на них крестами или затейливым узором плетенкой. В отдельных случаях проемы и наличники украшались более или менее сложной орнаментальной роспищей. На видных местах, чаще на перекрестках улиц, строились небольшие церкви или часовни. Обилие их было весьма характерным для городов этого периода. Находки в жилых домах средневекового Херсона говорят и о его социальной топографии. Так, юго-восточная часть города, по-видимому, была более зажиточной. Здесь, помимо обычного бытового инвентаря и простой глиняной посуды, больших и малых пифосов, мисок, кувшинов, горшков, глиняных сит, встречаются более дорогие предметы. Поливная посуда, местного производства и привозная, а также медная и стеклянная. Дорогие кресты, энкаупионы, резная кость и тому подобное. В северо-западной части города жила в основном беднота, мелкие ремесленники, рыбаки. Здесь при раскопке встречаются железные и медные крючки, наконечники гарпунов, факельницы для ночной ловли рыбы, драги для добычи раковин. Обнаружено также много костей и чешуи различной рыбы, хамсы, камбалы, кефали и других. Найден и мелкий земледельческий инвентарь, железные сошники, мотыги, серпы, заступы, конские путы и подковы, железные щетки для расчесывания льна и шерсти. В ремесле средневекового херсонеса важную роль играло гончарное производство, изделия которого для быта и хозяйства того времени имели первостепенное значение. Местные гончары занимались преимущественным изготовлением простой домашней красноглиняной посуды, торговой и складской тары. Местная столовая посуда представлена разнообразными мисками, тарелками, блюдами, небольшими кувшинами. Встречается и дорогая, покрытая разноцветной свинцовой поливой и украшенная различными орнаментами и изображениями. Пифосы были по-прежнему обязательной принадлежностью каждого жилого дома. Судя по следам содержимого этих сосудов, в них обычно хранились вино, растительное масло, соленая рыба, зерно и крупа. Пифосы однообразны по форме. Они имеют шаровидное очертание с очень небольшим до 10 см плоским дном и сравнительно широкой горловиной. Венчик пифоса массивный, выступающий наружу. Высоца сосудов колеблется от 0,9 до 1,2 метра. Для устойчивости они обычно вкапывались наполовину в землю или обкладывались камнями. Для перевозки жидкости и супучих продуктов, как и в античное время, служили амфоры, сосуды меньших размеров, высотой от 35 до 55 см. На ли более распространенной форме амфор в Херсоне была широкая, грушевидная и круглодонная с низким узким горлом и двумя крутыми высокими ручками. Такие сосуды удобно переносить или перевозить на кораблях. В трюмах судов для балласта насыпали песок в него-то и вкапывали самфоры. Широко использовались в обиходе, как и раньше, разнообразные по форме и величине плоскодонные одноручные кувшины. Небольшие кувшинчики, которые подавали к столу, покрыты цветной глазурью, украшены по плечикам и горло, врезанными горизонтальными и волнообразными линиями, реже налепами. Некоторые из этих сосудов имели на венчике носик. Делались и кувшины с фигурными горловинами. Ой, ну, хой! Посуда, покрытая глазурью, составляла главную отрасль прикладного искусства позднесредневекового Херсона. В ней, наряду с византийскими, ярко проявляются местные традиции и сюжеты. В XIII веке в украшения херсонских гончарных изделий проникают мотивы искусства Закавказья и Ближнего Востока, как христианского, так и мусульманского. Хорошо было налажено в Херсоне производство плоской кровельной черепицы размером 40х42 и 34х36 см, с невысокими бортиками вдоль длинных ее сторон. При укладке на кровлю плоские черепицы, солены, иначе керамиды, перекрывались в стыках полукруглыми удлиненными черепицами-калиптерами, равными по длине соленом. Ими же покрывался и конек крыши. Односкатные кровли часто одевались только плоскими черепицами без калиптеров. Тогда и стыки перекрывались такими же черепицами, перевернутыми лицевой стороной вниз. Встречаются плоские черепицы со специальным прорезом для дымохода. Многие черепицы на лицевой стороне имеют выпуклые и изогнутые к середине валики для направления стока дождевой воды. На некоторых имеются клейма в виде различных букв или изображений. Трудно сказать, чьи это знаки, цеховые или отдельных мастеров-ремесленников. Херсонские гончары изготовляли также глиняные водопроводные трубы и плинфу. Кузнецы и летельщики выделывали железные орудия для сельскохозяйственных работ. Чеканщики и ювелиры всевозможные медные и бронзовые вещи, сосуды, иконы, различные украшения. Были в Херсоне и косторезы, изготовлявшие пуговицы, костяные накладки на деревянные ларцы и другие изделия. При раскопках Херсона найдены наковальни, молотки, литейные формы и т.д. Как угас город. На рубеже XIII-XIV веков до юго-западного Крыма докатилась волна татарского нашествия. В 1299 году Херсон был разгромлен ордами татарского хана Нагая. Арабские писатели того времени называют Херсон по-татарски Сары-Кермень, Желтая крепость. К началу XIV века относятся найденные в Херсоне монеты золотоаргынских ханов. Встречаются над гроби и камни с вырезанными на них орнаментом, так называемого сельджукского стиля. Возможно, татары вели с Херсоном торговлю, однако город уже не мог тягаться с такими мощными соперниками, как фактурии генуэзцев, возникшие и разросшиеся на берегах Крыма. Генуэзцы, по-видимому, оказывали значительное влияние на внутреннюю жизнь Херсона. Об этом свидетельствует учреждение в 1333 году в городе католической кафедры. Херсон постепенно приходил в запустение, жители покидали его. О бедности города в конце 14 века рассказывают церковные документы, заполненные мелкими тяжбами херсонских митрополитов и другими епархиями из-за доходов от пограничных селений. В 1390 году нищета епархии, вызванной упадком Херсону, дошла, видимо, до предела. Митрополит покинул город. Последующие херсонские митрополиты тоже предпочитали жить в соседних деревнях, принадлежавших генуэзцам. В 1397 году, когда в юго-западный Крым вторглись полчища золотардынского хана Едегея, разоренное имя Херсон, как город, почти перестал существовать. Об этом говорят следы огромного пожара в слое, перекрывающем его руины. Однако и после разгрома там еще какое-то время теплелась жизнь. В конце 15 столетия возле величественных развалин некогда славного города ютилось рыбацкое поселение. Уцелевшие, но заброшенные постройки Херсона постепенно превращались в груды мертвых камней, над которыми долго возвышались остатки мошечных башен и стен. Инструкция генуэзскому комсулу в Кафе, датированная 1472 годом, гласит, было бы полезно снести башни и стены в одного необитаемого места, которое называется Херсон. И это в тех целях, чтобы турки не заняли его.